Добрый день! В студии Первого в Молдове Надежда Вербицкая с обзором основных новостей, известных к этому часу. Через две недели Игорь Дадон и Майя Санду сразятся во втором туре президентских выборов. Таковы предварительные результаты вчерашнего голосования. После проверки 100% протоколов с избирательных участков на первых местах расположились действующий глава государства и лидер ПДС. По данным Центральной избирательной комиссии, Майя Санду набрала 36,16% голосов от общего числа избирателей. За ней следует Игорь Дадон с 32,61%. На третьем месте оказался Ренат Таусатый, набравший 16,90%. Кандидат Виолетта Иванов набрала 6,49%. Андрей Анастасий – 3,26%. Октавиан Цыку оказался на шестом месте, за него проголосовало немногим более 2% избирателей. Тудор Делиу получил 1,37%. Дарин Киртуака – 1,2%. Цык сообщает, что зарегистрировал несколько жалоб на нарушения избирательного законодательства, которые, однако, не повлияли на результат выборов. По словам председателя Центра избирательной комиссии, Дарина Чемиля, процесс голосования прошел в прозрачных условиях. В Цык отметили, что окончательные результаты будут объявлены в среду. Консилии электоральные и чиркумскрипции, аула в диспозиции патрульзош об деуоре, дупы энкидеря, сексер-дебутари, пентру апрезидента процессов вербал, куприберила тотализация результаты лор-алеги лор-пи-чиркумскрипции. Напоминаем, что накануне вечером несколько участков за рубежом были вынуждены продлить рабочий график, где на час, а где и на два, из-за большого наплыва избирателей. Речь о трех участках в Германии, по одному в Израиле, Италии, Франции и Румынии. К президентским выборам 1 ноября в стране и за рубежом было открыто 2143 избирательных участка, из них 139 за рубежом. На пост президента баллотировались 8 кандидатов. Вчера в стране на избирательные участки пришло более 1 млн 121 тыс. граждан Молдовы, что составляет около 43% от общего числа зарегистрированных избирателей. Как и на предыдущих выборах, самая высокая явка была на севере страны. В Окни-Цикурном пришли 47-41% избирателей. За них следуют Фалежский, Дандюшанский, Рыжканский и Резинский районы. А самая низкая явка была на юге страны, в Осарабяске, где на избирательные участки пришло 35,6% от общего числа избирателей в округе. Также малую активность проявили жители Чемишлийского, Кантемирского, Ханчешского и Колоражского районов. За рубежом проголосовали 150 тысяч граждан Молдовы. В национальной полиции вчера увидели о 300-4 случаях возможных нарушений на выборах или угрозах процесса голосования. В 71 из них речь о нарушениях общественного порядка возле избирательных участков или внутри. 45 сообщений о предполагаемых случаях нарушений поступили в службу 112. Продолжение следует... Два уголовных дела были возбуждены сотрудниками правоохранительных органов после инцидента в селе Варница, района Анининой. Доуи din înкалкарили сезезате au fost înregistrate în registrul de evidență a infracțiunilor și pornит procesul de constatare penal. Два уголовных дела были возбуждены контрактами, а также внести в более 100 случаев, о которых сообщили наблюдатели и представители конкурентов на выборах. Также в день выборов зарегистрированы 19 случаев агитации за того или иного кандидата. Выборы закончились, но полиция продолжит наблюдение за избирательными участками. Полиция осигурает паза секционов для votации. Они будут осигурать в continuу пласение и сохранение документации электоральной, как и в балетинах выборов, через circunscriптии электоральные. Конечно, в continuу, паза будет осигурать до предупреждения в инцидентах. Напоминаем, что для обеспечения общественного порядка в день выборов было мобилизовано более 6 тысяч сотрудников полиции. Кандидат в президенты, действующий президент Игорь Дадон, призывает мобилизоваться ко второму туру. Он поблагодарил избирателей за голосование 1 ноября и призвал граждан через две недели выбрать стабильность. Игорь Дадон подчеркнул, результаты голосования демонстрируют в первую очередь тот факт, что выборы прошли честно и демократично. И все обвинения его контркандидатов в том, что результаты будут подделаны, оказались обычной ложью. За что, по мнению главы государства, политики, распространявшие эти слухи, должны попросить публично прощения и у тех, кто занимался организацией, и у самих избирателей. Игорь Дадон, призывает мобилизов. Игорь Дадон, призывает мобилизов. В результатах этих выборов напрашиваются несколько выводов. Он напомнил, что такая же ситуация сложилась четыре года назад. Другой вывод – голосование диаспоры, которое оказалось параллельным электоратом, мнение которое не совпадает с мнением тех, кто живет и работает в стране. На выборах 1 ноября 149 178 граждане Молдовы явились на избирательные участки за рубежом. Диаспора представляет мобилизов. Диаспора представляет мобилизов. Диаспора представляет мобилизов. Диаспора представляет мобилизов. В то же время первый тур президентских выборов показал, что в Молдове левому флангу симпатизирует до 60% избирателей. Примерно таким и будет расклад во втором туре. Игорь Дадон подчеркнул, что мобилизация спасет страну от дестабилизации. Мы не можем позволить дестабилизации. Мы не можем позволить людей которые будут в том числе президента для того, чтобы быть маринетами externes. Мы не можем позволить это. Эта позиция фермера. И я уверен, что большинство пациентов в Молдове понимает это. По результатам первого тура через две недели встретятся действующий президент Игорь Дадон и председатель ПДС Майя Санду. Были ПРО, стали ПЕНТРУ. Пятеро депутатов, покинувших партию посаженного сына Влада Плохотнюка Андриана Канду, объявили о создании новой парламентской платформы, назвав ее ПЕНТРУ Молдова. Как заявила одна из членов нового формирования, Руксанда Главан, ее коллеги руководствовались желанием реанимировать парламент и заставить его работать. Напомним, две недели назад о выходе из группы ПРО Молдова объявили один за другим пять депутатов, изначально попавших в парламент по спискам Демпартии, но потом ее покинувших. В рядах сформированы Андрианом Канду группы ПРО Молдова, Руксанда Главан, Сергей Сырбу, Григорий Репещук, Корнелио Подневич и Леонора Граур. Они работали неполных четыре месяца. В образовательных учреждениях, где были открыты избирательные участки, сегодня проводят дезинфекцию. Решение власти приняли в целях обеспечения защиты здоровья учеников и сотрудников школ и вузов. Завтра, 3 ноября, ученики вернутся за парты, а сегодня занятия проходят дистанционно. Из 305 избирательных участков в Кишиневе, более 170 были расположены в гимназиях, лицеях, колледжах, профессиональных училищах и университетах. В институте образовательных училищах, где были открыты избирательные училищы, сегодня училищы в режиме онлайн. Сегодня, в эти институты, будет осуществлен процесс гигиенизации этих училища, так как, сегодня, дети вернутся в школу. В столичном лице имени Михаила Ломоносова дезинфицируют все основательно. Вход, куда заходили избиратели, опрыскивают раствором на основе спирта. Им же дезинфицируют ручки дверей, протирают парты. Пол чуть более концентрированным средством. Сегодня с скольки начали убираться? Семи часов утра. И вчера то же самое. Предварительно еще вечером тоже мыли, где-то до девяти, по-моему. Что используете, какие средства? Дезинфектанты, лорка и таблетки специальные для дезинфекции. Накануне здесь было немало людей. По списку на этом участке чуть более двух с половиной тысяч человек, из которых проголосовала лишь половина. В лицее открывают участки на выборах с момента его основания в 1976 году. Так что техническому персоналу не впервые работать в таком режиме. А вот преподаватели и ученики сегодня остались дома. У них уроки из-за дезинфекции проходят онлайн. По расписанию в 8.30 начались уроки. Все классы были подключены к дистанционным платформам. То есть у каждого класса своя, кому как было угодно. У кого Zoom, Viber, Skype, Classroom. Формат выборов в этом году проходил совсем иначе. Кому-то это нравилось, кому-то нет. Но директор отмечает, что эпидемиологические меры все же пошли на пользу. Некоторые из них, например, соблюдение дистанции, будет однозначно практиковаться и в будущем. Когда они заходят все толпой в помещение, это лимитировалось. То есть мы смотрели и остальные ждали на улице. Это и проще для членов комиссии, для наблюдателей. Это первое. Второе, это то, что во время выборов была уборщица, которая систематически дезинфицировала. То есть это тоже огромный плюс. Ну и ранее мы такое делали, но очень важный тоже момент. У нас ворота были закрыты, была открыта только калитка. Соответственно, машины на территорию лицея не заезжали. Напоминаем, что организация выборов в детских садах и общежитиях была запрещена. Таким образом, властям пришлось искать им альтернативу. Только в Кишиневе 32 избирательных участка раньше открывали в помещениях дошкольных учреждений. Сегодня в столице начался набор в детские сады малышей в возрасте от 2 до 4 лет. Об этом сообщила заместитель примара Анжела Кутасевич на оперативном заседании служб. По ее словам, в 2020-2021 учебном году муниципалитет намерен сформировать в детских садах 346 групп и принять в них около 8743 малышей. Сейчас в Кишиневе работают 162 детских сада. Еще 3 дошкольных учреждения возобновят свою деятельность после завершения в них ремонтных работ. Речь идет о детсадах номер 101 и 171 в Бычой и номере 193 в Ватре. Мэр столицы Ион Чебан представил сегодня коллективу город-администрации нового претера сектора Ботаника. Это кресло займет Диана Губа, бывший советник генпримара, которая отвечала за планирование и отчетность о деятельности притур и подразделений мэрии. Ион Чебан пожелал новому претеру успехов в деятельности. В то же время мэр предупредил глав секторов, что каждый из них несет ответственность за свой район. И те, кто не справляется со своей работой, будут уволены. По его словам, на протяжении года он давал всем возможность показать себя. Но теперь пришло время распрощаться с теми, кто не справляется. Напоминаем, что 29 октября Ион Чебан попросил Бориса Припелицы уйти с должности претера сектора Ботаника. На том основании, что в микрорайоне царит полный хаос, а инфраструктурные проекты не завершены. До этого в июле Припелицы получил предупреждение, но, видимо, не воспринял его всерьез. На этот час пока все. Смотрите наши новости в 6 и 9 вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова